Всем привет! Меня зовут Петракова Жанна, я персональный стилист. Вы на моем канале «Стильный возраст без стереотипов». Я наконец-то добралась до Зарины. И сегодня мне хочется посмотреть и лимитированную коллекцию, и новую коллекцию. И сейчас мы попробуем вместе с вами собрать что-нибудь модненькое и интересненькое. Итак, пойдем? Я подошла к самой Зарине. И вот я уже вижу лимитированную коллекцию. Она такая яркая, насыщенная, много красного. И сейчас будем разбираться. И, как обычно, мой outfit of the day. У меня сегодня вот такой образ. На мне футболка Uniqlo. Рубашку я купила в Second Hand. Это хороший бренд. Вам лайфхак. Покупайте рубашки в Second Hand. Только выбирайте, чтобы ворот был чистый и манжеты. Там качество порой лучше и намного дешевле. Говорю сразу, что крупная клетка, объемные длинные рубашки – это тренд сезона. Но мне мужская рубашка. Это где-то размер XL. Но сейчас в женском отделе именно такие и шьют. Такие, скажем, оверсайз. Поехали дальше. На мне мои любимые джинсы Stradivarius. Казаки Zara. Сережки со стразами Mango. И моя любимая сумка Econica. И давайте начнем с лимитированной коллекции. Я смотрю в ней очень такие драматичные цвета. Если миксовать их вместе, то это будет достаточно жестко, траурно. Я смотрю, тут лицом является какая-то девушка знаменитая. Любовь Аксенова, честно признаюсь, я не знаю. Но я бы эти цвета миксовала совершенно с другими цветами, если честно. Симпатичный. Пулловер на молнии. Кстати, сейчас такая модель актуальна. Стоит он 3,599. Это у нас... Так, это у нас 52% вискоза, 28% полиэстер, 20% полиамид. Ниточки, как всегда, торчат. К нему идут интересные брюки трикотажные. Мне брюки даже больше нравятся. Стоят они 3000. Я думаю, что надо будет их с чем-то смиксовать. Дальше у нас идет футболочка с надписью Love. Это у нас такое, я не знаю, напыление, как будто бархатное. Но мне кажется, это будет такой дополнительный пылесборник. Стоит она 2000, но сделана акцентно. И образ сможет разбавить. Жакет. Кроме приталенного силуэта, больше меня в нем ничего не привлекает. Вы знаете, я первым делом обращаю внимание на лацканы. И вот эта часть, она сразу говорит о том, что пиджак дешевый. Кстати, я с вами девушкам в Телеграме рассказывала о том, что сейчас актуальна тема сердечек. В сумках, в бижутерии. И вот этот акцентный вариант мне нравится. Сережки стоят... Непонятно, сколько я потом цену напишу. Но очень даже достойно. Посмотрите. Посмотрите, здесь эти сережки с сердечками есть в двух цветах. В белом металле и в желтом. Вот это прям интересно. И стоят они 600 рублей. Еще вот такой интересный вариант с шариками в двух цветах. Стоит это все 400 рублей. Это у нас что? 600 рублей. Сереги женские в наборе. Я так понимаю, что это каф и сережечки. Интересный вариант. Очень красивый. И есть к ним колье. Прямо под мою рубашку сегодняшнюю. Стоимость ценой 800 рублей. Так, а это что у нас? Это каф 1. И 2 массивные сережки. Стоимость 400 рублей. Интересно, как это будет смотреться. А, нет, это не так. Это все кафы. Вот мне прям даже очень интересно. Как это все будет смотреться. На ушах надо будет посмотреть на сайте. И я вам прикреплю фотку. Дальше у нас идет симпатичный свитшот. Мне нравится его крой. Он более-менее укороченный. Здесь есть приталенные швы. И, в принципе, именно вот свитшот мне нравится. Он сможет разбавить образ. Качественный хлопок. Внизу я смотрю. Такая баечка. Но вот эта вот баечка, она может как раз липнуть к футболкам или к телу. Не очень хороший вариант. Так, стоит свитшот у нас 3000. Еще я вижу в лимитированной коллекции очень красивые укороченные юбки А-силуэта. И это даже не... Ну, скорее всего, это эко-кожа. Но здесь такое напыление, как будто, знаете, дымка какая-то. И какой-то такой приятный эффект. То есть он не глянцевый, а матовый. Ткань матовая. Цена 2600. Очень симпатичная юбочка. Очень интересная блузка с принтом отпечатков помады. Очень такой игривый вариант. Стоимость у нее 2600. Состав у нас здесь 68 вискоза до 32 полиэстер. Для полиэстер. Очень приятная к телу. Такой немножко, знаете, холодящий эффект имеет. Приятная ткань. Платье мне не очень нравится. Ни само его исполнение, ни ткань. Это прям такой стопроцентный полиэстер. Стоимость у него 3600. 92 полиэстера, 8 эластан. Я уже заметила, что когда ты смотришь фэшн-съемку на сайте, это выглядит всегда очень красиво. Когда ты приходишь в магазин, картинка совсем другая. Помните об этом. Достаточно обычная приталенная белая рубашка в этой коллекции. Очень хлипкий хлопок. Цена 1600. Вариант себе на троечку. Хочу еще заострить внимание на брюках из ако-кожи с контрастной белой отстрочкой. Очень приятный материал. Крой мне нравится. Широкие штанины. Так, стоит это все 3600. Вот этот вариант я бы рассмотрела. Вот джемпер. Мне не очень нравится. Какой-то детский вариант. В основной коллекции мне привлек внимание этот фуловер. Посмотрите, как красиво здесь сделана шнуровка. Это стопроцентный хлопок. Стоит он 3600. Посмотрите, как красиво. Попробую взять его в примерку. Очень интересная вещь. Даже просто с джинсами, если вы посмотрите сочетание. Вот эта вещь и достойная. Очень мне понравился жакет. В такую елочку. Так, это у нас... Что у нас за состав? Много тут всего. 45 полиэстера, 24 акрил, 14 хлопок, 11 полиамид, 6 шерсть и подклад 100% полиэстера. Стоит это все 5600. Мне нравится ткань и мне нравится качество исполнения. Он достаточно массивный. Интересная вещь. И стоит относительно недорого. Я так понимаю, что он тоже входит в эту коллекцию. Парасун на этой девушке. Идем дальше. Очень понравился вариант с джемпером в морском стиле. Очень красивый эффект. Он прям сделан с такой воздушной вязкой. Стоит он 3600. Это на 100% хлопок. Даже просто соединить его с джинсами очень хороший вариант. И здесь еще есть укороченный кардиганчик. Синюю полоску. Цена у нее 4000. Это у нас 100% хлопок. И к ним прям висят рядом брюки палаццо. Темно-синего цвета. Это прям очень красивый вариант. Будет в морском стиле. Посмотрите, какой элегантный образ мерчендайзера. Прямо сразу повесили нам его. Эти вещи повесили вместе. Значит, стоимость брюк 3600. Это у нас 93 вискоза и 7 пилистер. Тут же рядом джинсы прямого кроя. Цена у них 3600. Очень хорошее качество джинсы. Я вообще помешана на джинсах. Снизу не обработано. Это вам облегчает регулировать длину по своему росту. Это у нас страйп трену джинсы. Здесь еще есть белый кардиган. Очень красивая вязка у него. Мне не понравилось. Мне здесь контрастная шнуровка темно-синего цвета. И это у нас 57 хлопок, 38 акрилы и 5 полиамид. Стоимость 4000. У Зарина я тоже вижу твиняшки. Стоят они 1800 рублей. И здесь расцветка бело-серая и бело-красная. Красный вариант мне очень нравится. Хорошее качество. Обработка крова. И хлопок. Достаточно плотный и приятный. Серый вариант тоже ничего. Мне очень понравились рубашки. Очень красивый принт. Белый в темно-синюю полоску. Стоит 2400. Но мне не нравится здесь состав. Здесь 65 полистер. И 35 хлопок. И здесь еще есть такой же вариант. Более акцентный. Белая в изумрудную полоску. Очень красивый. Но меня смущает, как я уже сказала, состав. Если вас он не смущает, то вперед стоит 2400. Что у нас еще интересненького? Я смотрю, здесь есть бомберы в университетском стиле. Я уже говорила в выпуске Lime, что это сейчас актуальная модель. 4600 это такой стиль прэппи. Кстати, очень хорошее качество. Это хлопок. Нет, здесь 60 хлопок. 40 полистер. Ощущается прям как будто это хлопок. Вижу здесь очень классные бейсболки. Прям хорошее реальное качество. Несколько вариантов расцветок. Бежевый, черный, серый. Не стоит это все у нас. А вот непонятно сколько стоит. 800 рублей. Смотрю, достаточно неплохой кардиган. Такого, знаете, цвета припаленной розы. С более активным розовым, но также приглушенным. Там стоят это все сокровище 4000. И это у нас 100% акрил. Так что мое внимание привлекли джинсы. Такого темно-бежевого цвета. Мне очень понравилась вот эта строчка. Стоят они 3600. И это у нас страйп. Прямые джинсы. Очень миленькая блузочка. В таком романтичном стиле. Но опять же, мне здесь не нравится состав. 65 полистер, 35 хлопок. Хлопок. Маловато хлопка. Стоит это все 2600. Я даже нашла здесь шляпу. Стоят они 900 рублей. Сейчас попробую померить. Но я прям как американский рейнджер. Это вообще, честно говоря, не моя история. Но есть девушки, к которым они идут. Но не мне. Есть неплохой вариант стеганых, укороченных пальто. Молочного цвета. по плотности они средней плотности. Там даже есть какой-то уплотнитель. Стоят они 6000. Я бы ну это уже, знаете, на такую середину весны, скажем так. День вот в конце марта. Может быть, начало апреля. Хотя нет. Можно и в начале марта, смотря вот погоду. Симпатичное легкое пальто. Такой облегченный пуховичок. Очень неплохие жилеты. Покрою. Сейчас посмотрим. Внутри, знаете, наполнитель, типа что-то такое ощущение, как будто ты резину мнешь. Это у нас 100% полиамид. Подкладка полиэстер. Утеплитель полиэстер. Стоит это 3600. Сейчас достаточно актуальный жилеты. Неплохие стеганые куртки. Мне понравилось в молочном цвете. Стоит 5000. Это у нас 100% полиамид. Подкладка полиэстер. Утеплитель полиэстер. здесь намного приятнее здесь. Мне кажется, сшитый из того же материала, как и удлиненный легкий пуховик. Смотрится неплохо, если честно. Обратила внимание еще на удлиненные курточки. Они похожи на зефирки. Очень приятный материал. Красивая стежка. Так забавно смотрится этот бегунок с вставленным в него шнурочком. Стоит это прелесть. Сейчас скажу, сколько стоит. Не хотят нам говорить. Нигде нету ценника. кстати, хочу сказать, что стоит это все 5600. Есть вариант еще в сером цвете. Знаете, такое между морской волной и серым. Очень красивый, спокойный цвет. и в базовом черном. Но в базовом уже как-то не очень смотрится сочетание именно вот этой милой стежки и черного цвета. Варианты в этом цвете и в молочном более милые. Решила показать вам, как смотрится эта куртка. на вешалке она выглядит как будто она достаточно объемная. А по фигуре она смотрится совершенно по-другому. На мне размер 46. Очень красивые разрезы по бокам сзади. Она длиннее, чем спереди. Смотрите, как здорово. Очень красивые куртки за такие деньги. Я решила померить размер побольше. Это 48 размер. И как видите, он не уже великоват. Но в принципе, если смотреть это как оверсайз, то смотрится классно. Смотрите, что здесь здорово. Здесь два бегунка. Его можете расстегивать и сверху и снизу например можете поднять вот этот бегунок. И там у вас будет какой-то контрастный красивый свитер. Здорово, правда? Очень классный вариант. этот 48 размер. Предыдущий был в 46 в Смотрите, как здорово. Я сейчас соберу образы и мы с вами встретимся в примерочном. Мне очень нравится, как сидит по фигуре, по крайней мере на моей, спортивный костюм из лимитированной коллекции. Сама ткань очень приятная к телу. Прям ну реально комфортно. Я не знаю, по-моему, я говорила, что там синтетические материалы, но вот реально я стою, мне очень комфортно. Посмотрите, как здорово все это смотрится. Вы можете повыше все это застегнуть, пониже расстегнуть. Очень нравятся брюки, нравится кулиска, карманы на самом пловере. Я, кстати, могу сейчас опустить его и показать вам саму длину. Вот так он смотрится в расправленном варианте. очень красивый костюм и такой, знаете, правильный красный цвет. На вешалке он смотрелся хуже, чем на фигуре. Показываю вам, как смотрится трикотажный костюм с укороченным легким пуховичком. Очень красивый здесь воротничок. Видим манжеты и такое ощущение, что это у самого пуховика такой красный контраст. нужно надеть белые кроссовки, белые ботиночки. Очень красивый образ. Посмотрите, какое красивое сочетание стеганого жилета молочного цвета и красного спортивного трикотажного костюма из новой коллекции. Мне очень нравится этот вариант. Я жилет взяла по объему не 48 размера. Если вы, например, передвигаетесь на машине, как я, то очень такой с одной стороны утепленный, с другой стороны очень удобный вариант. Вы добежали до машины, сели, и вам комфортно, у вас ничего не нет. Либо это вариант на уже такую раннюю весну, когда уже более-менее тепло. Но вы знаете, я обычно, когда меряю какие-то вещи, например, шерстяные или с добавлением, я уже прям хожу вся мокрая. А вот здесь, как ни странно, абсолютно синтетические ткани, и мне в нем комфортно. Просто реально комфортно. Прям удивительно. и вот этот бомбический красный цвет. Прям у меня руки чешутся, чешутся руки. Я не очень-то люблю Зарину, но мне прям очень нравится этот образ, и этот костюм в частности. Он говорит, Жанна, возьми меня, я твой. и вот я сейчас пока буду мерить другие варианты, подумаю на эту тему. Очень мне нравится вот эта вещь в виде воротничка красненького. Едем дальше, показываю вам этот полосатый очень мне нравится этот вариант. Меня прям заворожила эта шнуровочка, этот воротник, сам цвет, я взяла побольше, размер L. И вы можете его либо так свободно делать, либо заправлять в брюки. Мне нравится свободно. И посмотрите, как он работает хорошо, с трикотажными брюками из новой коллекции, из лимитированной. Это тоже новая джемпер. И здесь немножечко потемнее цвет, здесь покраснее, но это все равно хорошо вместе сочетается. Посмотрите, образ выглядит празднично. Если мы повторяем еще цветы в обуви, то посмотрите, как это красиво. цветы мне очень понравился комплект из темно-синих брюк палаца с высокой посадкой и хлопковый укороченный кардиган. Вместе они очень круто смотрятся. и я бы сюда еще для контраста добавила бы сережки с красными сердечками. Это прям добавило бы сюда правильный такой акцент, такой нюанс, но образ бы еще лучше заиграл. Либо красную сумку, например. Либо на худо конец красную помаду. очень красивый бюджетный вариант. Вот реально смотрится дороже, чем стоит. Поверх этого комплекта можно накинуть легкий пуховичок. Он тоже будет здесь отлично дополнять весь образ. здесь у меня брюки лимитированные коллекции из эко-кожи с белой прострочкой. К ним я добавила красную футболку с надписями и взяла бомбер в университетском стиле. На мне размер XL. Мне хотелось, чтобы он был более объемный. как это вообще положено такой оверсайз. Мне нравится сочетание именно красного и изумрудного темно-изумрудного цвета. Плюс здесь мы дополняем хроматами то, что я там объясняла своим девчонкам. Белый, черный и классическая схема контрастная зеленая с красным. Очень красивый вариант зеленого костюма и полосатой рубашки, о которой я вам говорила в темно-изумрудную полоску. Посмотрите, как в сочетании между собой они смотрятся очень красиво. Сам костюм это немножко не мое лекало, не на мою фигуру, но мне хотелось вам показать. Белая обувь здесь тоже будет кстати, но естественно не такая. У меня только один вариант с собой. Вы можете это сочетание применять и в каких-то других марках. есть я вам даю как обычно направление, а вы можете уже где-то в другом месте купить похожий вариант. Вы можете сделать то же самое, например, взять костюм другого цвета и подобрать к нему рубашку в тон костюма. Просто показываю вам, как это здорово смотрится. Вот если бы здесь была просто белая рубашка, это было бы намного скучнее. А именно вот перекликание цвета плюс белый цвет. А хромат не цвет, а хромат это цвет без цвета. И уже получается такой динамичный такой знаете более интересный образ. Уже хочется смотреть на полосочки, потом переводить взгляд на сам костюм. В общем, хороший вариант. Берите на заметку. Вы также можете использовать вот такую компоновку. мы оставляем брюки, добавляем белую футболку, выпускаем рубашку. У нас более расслабленный образ. Можно добавить кроссовки, ботилеоны, казаки, все что угодно. И это уже более такой спортивный образ. Сюда можно добавить голубые джинсы, тоже будет здорово смотреться. Вся фишка здесь именно в этой полосатой рубашке. Здесь еще, кстати, я вам говорила, есть вариант с темно-синей полоской. Тоже будет круто смотреться. Например, если взять брюки палаца, которые я мерила, добавить эту рубашку какой-нибудь обтягивающий топ, либо майку, алкоголичку, заправить внутрь и будет очень красиво. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется также «Стильный возраст без стереотипов». Я публикую тому очень много полезной информации, то, где я приобретаю вещи, как я компоную, рассказываю о моде, о российских брендах. В общем, будет интересно. Меня, если честно, Зарина порадовала. Мне понравилось, как это неудивительно, очень много вещей, особенно в красном цвете. Буду думать насчет приобретения некоторых из них. вы пишите, что понравилось лично вам. А сейчас я с вами, как обычно, прощаюсь. Пока-пока. 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 Продолжение следует...